На два месяца арестованы по решению Центрального райсуда Николаева дезертиры Александр Баранов и Максим Одинцов, задержанные сотрудниками СБУ на пункте пропуска Чангар. Напомним, бывших военнослужащих украинской армии, перешедших на службу к оккупантам, задержали 20 ноября. СБУ обнародовало видео задержание, а глава службы Василий Грицак рассказал подробности задержания. Это была спецоперация контрразведки, сообщил он. Дезертиры пытались получить документы о высшем образовании, полученном на территории Украины. По словам Грицака, их было трое, но третий на Чангар не приехал. Документы о высшем образовании дезертирам должен был передать курьер. На административной границе с Крымом. СБУ отследило этого курьера. По словам Грицака, дезертиры хотели выманить этого курьера на другую сторону границы. То есть, он реально рисковал своей жизнью. В отношении арестованных СБУ расследуют уголовные производства. По статьям дезертирства и государственная измена Уголовного кодекса Украины. Баранову назначили залог в размере 350 тысяч гривен. А один СОМ может выйти на свободу, если за него внесут 250 тысяч гривен. По статьям Уголовного кодекса, предъявленным арестованным, им грозит до 15 лет заключения. Один из них, Александр Баранов, на камеру признался в измене присяги. До 2014 года я проходил военную службу в 10-й московиционной бригаде на должности планшетиста. После 2014 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и принял присягу. Чем присягу? Присягу Российской Федерации. Напомним, Министерство обороны России обвинило украинские спецслужбы в якобы незаконном задержании и вывозе из Крыма Одинцова и Баранова, называя их российскими военнослужащими. Генеральное консульство России в Одессе направило Украине ноту с просьбой организовать встречу с задержанными на админгранице с Крымом в Херсонской области дезертирами ВСУ, которые перешли зужить на сторону России. Такое заявление сделала пресс-служба российского посольства в Киеве. Генконсульство также просит передоставить копии документов, подтверждающих их личность и гражданство.